В Сургуте открыли арт-резиденцию. На ее базе уже работают 10 человек. Художники, разработчики компьютерных игр, музыканты, модельеры. Посетил резиденцию и глава города Андрей Филатов. Он не только познакомился с проектами представителей креативных индустрий, но и узнал, какой поддержки им не хватает и удается ли монетизировать творчество. Подробности у Татьяны Расторгуевой. Продвижение креативных стартапов – это одна из целей, которую ставит перед собой Сургутская арт-резиденция. Сейчас на ее площадке работают 10 представителей творческих индустрий. Как отметила руководитель пространства Ольга Сидорова, максимальная резиденция готова принять около 100 участников. Однако все они должны быть зарегистрированы в профильном окружном реестре. В связи с тем, что деятельность в креативных индустриях регламентируется окружным законом, и есть окружной реестр автоматического автономного округа представителей креативных индустрий. И мы за основу, конечно, берем наличие представителя данного сообщества в этом реестре. Работа над созданием арт-резиденции началась в октябре прошлого года. Еще на этапе разработки проекта решили, что важно не только дать желающим площадку для работы, но и помочь монетизировать свое творчество. На важности этого аспекта акцентировал внимание и глава города Андрей Филатов, который приехал на открытие пространства. Наша задача внутреннюю инициативу и такое желание предпринимательский азарт поддержать, чтобы это переросло на самом деле в экономику, направление, работу настоящую. Некоторые резиденты уже продемонстрировали эффективность своего творчества. Булат Сайфуллин – разработчик видеоигр. Его проект уже сейчас готов к релизу на одном из онлайн-сервисов. Глава Сургута лично оценил графику и качество программы Булата. Мы примеряем на себя роль нашего земляка Сургутянина Бориса Озерова, который летит на другую планету, чтобы повалюзировать ее. Арт-резиденция помогла Булату Сайфуллину и его команде не только приобрести комфортное пространство для работы, но и талантливых единомышленников. С композитором, который написал музыку для проекта, художник компьютерных игр, познакомился здесь. Игра – это сложная система. Там, особенно сейчас, это 3D-модели, потом художники, ну это 2D уже, звукорежиссеры, звукооператоры, монтажеры. И можно все это всеми ребятами, кто здесь присутствует, ими можно усилиться. То есть, например, даже банально, ну как не банально, но если ребята заедут, которые снимают кино, я думаю, что они не откажутся посмотреть наши ролики и сделать их лучше. Работать на базе арт-резиденции участники могут на условиях льготной аренды. Но если имеют статус некоммерческой организации, то безвозмездно. Всего в округе таких креативных площадок появится еще три – в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нягоне. Татьяна Расторгуева, Мария Ливанян, Владимир Федоров, Сургут Интерновости.